Лаванда. Авиценна, как то сказал про лаванду, это метла для мозга и кнут для сердца. Лаванда это полукустарник высотой до 60 сантиметров соцветия фиолетового, голубого, розового или белого цвета. Рекомендуется сажать лаванду в овощные грядки, так как насекомые, вредители, особенно колорадский жук и плодожорка избегают этого запаха. Для лечебных целей заготавливают цветы и в редких случаях траву. После начала цветения соцветия собирают уже через две недели, сушат, после обмолачивают, отделяя стебель от цветов. Собирают лаванду в начале июля, в солнечную и сухую погоду, когда цветки полностью расправились. В это время их запах и окраска наиболее интенсивны. В лаванде содержится около 30% лавандового масла, горькие и дубильные вещества, смола. Используют лаванду как противосудорожное, противовоспалительное средство, а также средство, нормализующее деятельность нервной системы. В фоматологии употребляется как средство от коликов, головных болей, диспепсии, при ревматических болях. Употребляется наружно. Настой применяют как иммуностимулирующее, заживляющее, желчегонное, обезболивающее, противогрибковое, противовирусное, противоотечное и даже рубцующее средства. Помогает дыхательной системе. Эффективное средство при бронхитах, простудных заболеваниях, синусите, ларингите, отите, рините. Лаванда оказывает на организм муколитическое и отхаркивающее действие. Применяется для лечения гинекологических инфекций. Эффективное средство при плохо заживающихся ранах, ожогах, псориазе, пролежних, грибковых заболеваниях кожи. Снимает боли в суставах, мышечные боли, помогает больным ревматизмом. Противозастойное антисептическое, болеутоляющее, противовирусное средство. Антидепрессант. Лавандовый спирт – хороший антисептик. Цветки и трава в народной медицине используют как спазмолитическое и успокоительное средство, а также средство, которое разжижает желчь. Препараты лаванды помогают при неврастении, мигрени и болях в желудочно-кишечном тракте. Масло лаванды применяется для лечения гнойных ран. Для лучшей стимуляции мозговой деятельности специалисты по ароматерапии рекомендуют чаще вдыхать аромат лаванды. Освежающий эффект этих цветов намного сильнее, чем у кофе. Вред. Любой лекарственный препарат способен вызвать неожиданный побочный эффект. Не является исключением и лаванда. Основными противопоказаниями к употреблению чая из этого растения будут предрасположенность в гипертонической болезни, особенно если человек принимает препараты, богатые йодом или железом. Склонность к аллергии. Лаванда может спровоцировать негативную реакцию у аллергиков, появление сыпи на коже, головную боль, тошноту, рвоту, головокружение. Болезни печени. Беременность и период грудного вскармливания. Также не рекомендуется давать лавандовый чай маленьким детям. Увеличенная кислотность желудочного сока. Кроме этого, бесконтрольное употребление лавандового чая может вызвать проблемы ЖКТ, такие как резь, боль, колики, расстройство стула. Поэтому употреблять это растение необходимо с осторожностью, соблюдая рамки разумного.